Доброе утро, Макс! Вообще-то, 1 апреля еще не наступило. Между прочим, я не в дурака наряжаюсь, а следую бразильской масленичной традиции. Там уже с января начинают праздновать приход весны, и все эти карнавалы и танцы посвящены как раз ее приближению. Поэтому я предлагаю сегодня в студии зажигать в ритмах масленичной самбы. Доброе утро, дорогие друзья! В этой студии вас приветствует знойный ведущий Максим Погнюк. И румяная, как солнышко Саша Байдачное. Масленичная неделя продолжается. Она началась у нас 24 февраля, закончится в воскресенье. И если вы уже исчерпали все идеи, как ее провести, то мы подскажем, как это сделать ярко, сочно и позитивно. Например, провести масленичные дни по традициям других стран, ведь во всем мире отмечают приближение весны. Да. Например, традиционно в Англии на масленицу проводят блинный забег. Говорят, что родначальницей курьезного обычая в середине 15 века стала одна из девушек, которая, услышав звон колоколов в церкви и не успев допечь блины со всех ног, помчалась в церкви со сковородкой в руках. Это забавно. А во Франции и во франко-говорящих странах главный день масленичной недели – это жирный вторник, который здесь мелодично называют Мар-Ди-Гра, и празднуется он в формате большого национального праздника. Маски, костюмы, красочные платформы – все это присутствует. Да, но не забывайте, что масленичная неделя – это не только обжорство блинами, а еще и повод выбраться из-за стола. И если снег еще не растаял, то можно вспомнить старые добрые русские традиции, поиграть в царях горы, взять приступом снежную крепость, покидать валенок в конце концов. Вместе с гостями можно сделать чучело зимы, которое потом, соответственно, вы на масленицу и сожжете. Да, только о правилах пожарной безопасности не забывайте, пожалуйста. Это точно. А что будут делать на масленицу жители нашей губернии, сейчас узнаем из запроса с просой. Будем есть блины. Я их люблю с детства. Планирую с детьми отметить широко, с душой, с родителями, в семье. Хотелось бы весело ее отметить, а как получится, не знаю. Отмечать буду. Поеду с бабушкой в деревню на блины. Работать. Печь блины после работы. Печь блины, пойдем погулять с ребенком. Я планирую пойти на масленицу, блины и танцевать, и пляски. Это малый царевщинец. Кушать блины. Писать статьи, чтобы найти работу. Будучи. Масленица. От одного этого слова текут слюнки. Самым главным атрибутом масленицы является, конечно же, солнце. Поэтому на стол идет все, что напоминает наше дневное светило. Например, ароматные ватрушки. Если блинчики вам уже надоели. Ах, Макс, зачем ты начал эту тему? Ням-ням. Можно попробовать блины по-новому. Например, круглые пухлые блинчики и оладушки знаменитые, которым хорошо подходит и кленовый сироп и брусничный соус. А вот бельгийские вафли. Толстые, мягкие, с хрустящей корочкой. Отлично подходят для масленичных торжеств. Ведь в состав бельгийских вафель входят совсем привычные всем яйца, мука, масло, сахар и молочко. Французские блинчики называются крепы. Для их приготовления используется пшеничная, каштановая или гречневая мука. Наполнение может быть разнообразным сладким, рыбным или мясным. А вот шведские рагмурки. Тоже блины, но из картофеля и с начинкой. А название переводится как волосатый пончик. Фу! Досы – это блинчики, невероятно популярные в Индии, Малайзии и Сингапуре. По сути, там они заменяют хлеб, готовятся из чечевичной и рисовой муки. Важное правило – есть это блюдо нужно исключительно руками. Короче говоря, вот вам готовое праздничное меню. Осталось только подкрепиться... Суленьки подбирать. Осталось подкрепиться проливом погоды, чтобы ничто не омрачило нам празднование. По прогнозам синоптиков, в пятницу в Самарской области пройдет мокрый снег с дождем. Днем столбики термометров покажут 0,5 градусов, ночью ожидаются заморозки до минус 3. Ветер будет дуть южный со скоростью 7-12 метров в секунду. На севере и западе в дневное время 0,2, на востоке и юге до плюс 3 градусов. В Самаре днем столбики термометров покажут плюс 2, плюс 4, ночью 0. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха высокая – 92%. Вы спросите, откуда мы берем так много интересных фактов? Ну и вообще, почему мы такие умные и эрудированные? Так вот, мы читаем книжки, а чтобы читать, нам советуют большие знатоки книг специалисты Самарской областной универсальной научной библиотеки. Но не огорчайтесь, с сегодняшнего дня у вас тоже есть такая возможность, потому что в нашей программе стартует новая постоянная рубрика «Читалка». Для многих писатель Александр Станиславович Грин больше ассоциируется со всеми известными произведениями «Алые паруса» и «Бегущая по волнам». Но не все помнят, что он является еще отличным поэтом, фантастом и тонким психологом. Именно поэтому я хочу поговорить о книге «Психологические новеллы». В этой книге собраны произведения разных лет, написаны они разным манером, разной формой, но объединены они любовью Грина к психологии и парапсихологии. Он предлагает читателям взглянуть на своих героев как бы изнутри и погрузиться в их душевное состояние, которое часто граничит между любовью и ненавистью, красотой и уродством, ну и, конечно же, умом и безумием. Для неподготовленного читателя может показаться, что в данной книге собраны истории болезни, но Грин вовсе не зацикливается на патологиях. Скорее, он представляет историю каждого героя как метафору, через которую хорошо видно разнообразие нашей жизни и наш реальный, очень глубокий мир. При этом каждый рассказ в этой книге соотнесен с социальной действительностью. Главные герои борются с унижением, неравенством, какой-то несправедливостью и при этом часто находят выход, ну, к сожалению, в пьянстве, в адюльтерах, азартных играх. При этом очень ярко нам показаны основные человеческие ценности. Это, конечно, любовь, полнота жизни, природа и, конечно, книги. Ну, вообще, я не могу удержаться и не прочитать из этой книги один из моих любимых рассказов, точнее, маленький кусочек. Рассказ называется «Бирка». Долгое время мое болезненное состояние выражалось в неопределенной и, по-видимому, беспричинной тоске. Светлые промежутки становились все реже и, наконец, постепенно исчезли, уступив место холодной мертвой прострации. Разумеется, я много размышлял о себе и делал ряд наблюдений, Одно из которых явилось для меня фонарем, бросившим свет на темные, полусознательные пути моего духа. Вот так. В нашей студии наш постоянный эксперт, адвокат Валерий Уткин. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Сегодня решили поднять такую животрепещущую тему, всегда, наверное, актуальную. Да, это взаимоотношения сотрудников и начальников, подчиненных и руководства. Работа дать. Да. И давайте разберем несколько вопросов, связанных с этим. Да? Да, совершенно верно. Близится весна. Отпуска. Отпуска. Мы с Максимом уже грезим об отпуске. Но есть люди, которые в отпуск не ходят или, например, не удается им полностью отгулять этот период, этот срок. Выплачивается ли компенсация за одни, которые не потрачены в отпуске? Есть ли такое право у человека? Есть два случая, определенные в трудовом кодексе, когда вы уплачиваете компенсацию. Первый – это когда человек увольняется, и при увольнении мы уплачиваем компенсацию за неиспользованный отпуск. И второй случай – если у человека какой-то долгий отпуск дополнительный, там, больше, чем 28 дней, то он может быть уплачена компенсация за пределами вот этих 28 дней. То есть человек должен влиять в свой отпуск полностью. Вот если у него есть большее, то, конечно, он будет здесь в компенсацию. То есть не ходить в отпуск нельзя, нужно обязательно его отгулять. Да. Как бы то ни было. Все ясно. Дальше такой вопрос. Работодатель отказывается дать расчет после увольнения. Может ли быть такая ситуация? И как его добиться, если нечто подобное произошло? Ну, это какая-то страшная ситуация для работника, когда отказывается дать расчет. На самом деле, для работодателя такое поведение влечет большие риски, вплоть до административной и даже уголовной ответственности. Кроме того, здесь только, может быть, один совет – защищать свои права. То есть обращаться в прокуратуру, в трудовую инспекцию или даже в суд. А какая должна быть компенсация сейчас? Вот там есть какие-то изменения? За месяц, за два рабочих, за три дня? При сокращении и при увольнении. При сокращении и при увольнении. Здесь нужно разделить вопрос. Возвращаясь к предыдущему вопросу, если работодатель не выплачивает выходное пособие, то с него можно искать неустойку. Вот, это первое. А в ответ на второй вопрос. Если происходит какое-то сокращение на предприятии, тоже страшная ситуация, тяжелая ситуация в жизни, то у работника есть, соответственно, свои права и гарантии в этой ситуации. То есть, первое, ему должны клоиды иметь о предстоящем сокращении не менее, чем за два месяца. А потом, если при сокращении кадров, при прекращении длительности предприятия, то человеку уплачивается выходное пособие в среднемесячной заработке. И потом, в течение двух месяцев, ему также выплачивается среднемесячный заработок. А должен ли он при этом встать на учет в трудовую биржу или нет? Есть тонкость. В принципе, можно выплачивать даже три месяца в качестве исключения. Исключения только в том случае, если человек после того, как он уволился с предыдущего места работы, по сокращению штатов, встал на биржу труда, и ему за определенный период времени не была предоставлена работа, то в этом случае человек может еще предназначить на еще одну выплату уже в третий месяц. А если ему, допустим, был человек, не знаю, системным администратором, а ему предложили работать дворником, это считается? И он говорит, нет, я не хочу работать дворником, я хочу по своей специальности. Это будет считаться, что он сам отказался, мы ему предлагали, а он отказался? Или все-таки вот по специальности будут подбирать тебе работу? Нет, нельзя привести работника без своего согласия на другую работу, которая не определенна первоначальными его функциями. Но в этом тоже есть два исключения. Первое, это касается, когда происходят какие-то форс-мажорные ситуации, когда связаны с безопасностью людей, аварии, еще по-четчайной ситуации, тогда можно на месте привести работника какую-то иную функцию без его согласия. Но это крайний случай, мне таких неизвестно, какая-то война, что-то в этом духе. И вторая ситуация, когда если предприятие простаивает, работнику нечем заняться, то его тоже могут привести не более чем на один месяц, на какую-то другую работу. Какие гарантии у работодателя, какие права у работодателя есть, если, например, работник недобросовестно выполняет свою работу? Может ли работодатель как-то воздействовать административно, может быть? За что можно увольнять? У работодателя очень много прав, и поверьте мне, что этими правами он пользуется очень активно и уволит какого-то работника для любого работодателя, к сожалению, является проблемой. То есть... Можно найти... Можно найти повод, собрать комиссию. Я думаю, что работодатели не страдают от отсутствия своих прав. Раз уж мы заговорили об отпусках, хочется в целом спросить, вот там уже постоянно какие-то изменения вносит в законодательство. Сколько вот сейчас нам положен отпуск по закону, там 20 дней, 30? Сколько раз он должен быть? Можно ли его разбивать? Или надо его обязательно все две недели за раз? То есть вот расскажите об этом. Ну, отпуск положен 28 календарных дней. 28? Да, но если есть какие-то категории граждан, там положено им больше, учителя, врачей и так далее. Отпуск можно разбивать на части, но при этом первая половина отпуска должна быть, соответственно, не менее двух недель. Ох, какая приятная тема! Мы, конечно, очень любим свою работу, но тем не менее отпуск – это тоже очень здорово. Валерий, большое вам спасибо, что вы сегодня к нам пришли и ответили на ряд важных, актуальных вопросов. Спасибо вам. Хорошего дня вам. Ну, на самом деле, конечно же, тема общения с руководством не всегда приятная, поэтому я предлагаю в масленичную неделю все-таки сменить настроение с минуса на плюс и обратиться за этим к нашей постоянной рубрике «Грушинское утро». Каждый новый день – лишь один из дней Под луной, под лампой, под потолком Слава Богу, он еще жив во мне Человек с презентовым рюкзаком Слава Богу, он терпеливо ждет Тихо отсыпается до поры Чтобы встретить личный свой новый год С праздничной елкой ночной горы Раз, два, три Гора горит до утра Горит гора За горой печали свои, я знаю Мы сидим на склоне, плечу, плечом Если эта радость тебе не дай То, какую надо тебе еще Где, в каком краю, на какой реке Сутки напролет и в зару и в грязь Будешь сейчас сидеть за горьком в руке Звездочкой на елочке затаять Раз, два, три Гора горит до утра Гора горит до утра Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Доброе утро! Продолжаем говорить про Масленицу И какая же Масленица, как и вообще любой другой праздник Это наверняка раздолье для любого фотографа В нашей студии как раз появился один такой Екатерина Дмитриева Доброе утро! Доброе утро! Любите фотографировать массовые гуляния? Признавайтесь! Да, конечно же, люблю фотографировать вообще какие-либо мероприятия, где много людей Потому что это всегда ярко, всегда красочно, всегда интересно Даже на постобработке это разные лица, разные люди Все же интереснее, чем съемка с парой людей Потому что каждый новый кадр, это какая-то каждая новая работа, это новое творчество И да, это очень интересно, конечно А как это проходит? Вы где-то прячетесь за углом Таким, ага, вот там интересный человек, типаж, сейчас я его так, пока он не замечает Да? Так вот примерно? На самом деле бывает, конечно, и такое Но в основном на массовых гуляниях, на массовых мероприятиях Все люди открыты и хотят фотографироваться А наоборот, они все подбегают И сфотографируйте нас А может быть нас все счастливые улыбаются и так далее Поэтому прямо уж так прятаться не приходится Только если какой-то очень интересный кадр хочется поймать А так в основном, да Ну бывает, конечно, такое, что люди не хотят Но они сразу как-то кокетно отворачиваются от меня Поэтому ничего такого Приходится немножко быть аниматором, развлекать Эй-эй, давайте сделаем классный кадр Да, но так в основном приходится работать с детьми на мероприятиях Потому что детишке, это всегда очень интересно Но они всегда очень потерянные, особенно если много людей Аниматором, наверное, детским больше Ради интересного кадра что-то экстремальное приходилось делать? Залазить куда-то, я не знаю, плыть, нырять? Да, был такой случай совсем недавно Это была свадьба И мы решили сделать кадр колонны машин Было очень красиво Мы были в лесу, такая дорога, все прекрасно Много машин одного цвета И не знаю по каким причинам Но почему-то мы решили сделать это на ходу Мне пришлось вылезти со всей техникой Из заднего окна машины И получается я делала кадр Там была небольшая ямка И водитель почему-то именно на этой ямке решил ускориться Прямо по этой ямке проходили с ветерком Я держалась одной рукой за окно, другой за камеру Было немножко опасно Кадр получился, это стал любимый кадр Это называется, когда пытаешься объяснить людям Что ты не видео снимаешь, а я фотографирую Можно не на ходу, остановитесь Да, да Вот все-таки у меня тоже вопрос Что лучше, постановочные кадры или случайные? Возвращаясь опять же к гуляниям и фотосессиям Да, на мой взгляд, лучше все-таки какие-то Даже не то чтобы случайные, а живые все-таки кадры Я всегда на съемках говорю, ребят, занимайтесь своими делами Не замечайте меня, особенно если это родители с детьми Играйтесь, веселитесь и так далее Потому что кадры будут пойманы, и они будут пойманы живыми Как правило, именно эти кадры становятся любимыми у людей Именно их они потом выкладывают в своих социальных сетях и так далее Нежели постановочные кадры, где все ситуации с такими улицами и так далее Такие тоже, конечно, делаем, но реже Опишите нам жизнь фотографа неделю Сколько съемок у вас бывает? Что потом происходит с фотографиями? Ну, жизнь фотографа съемок на самом деле по-разному Это такая сезонная работа, я бы сказала В основном ближе к каким-то праздникам, новогодние и так далее Вот весна там начинается, все вот эти 8 марта Да, ну, жизнь фотографа — это встаешь, собираешься на съемку Подготавливаешь технику, обязательно чашечку кофе, чтобы взбодриться Готовишь технику, еще раз пересматриваешь, все ли у тебя работает, все ли на месте Все с собой Едешь на съемку обязательно чуть заранее, чтобы подготовить, в общем-то, студию Если это студийная съемка, чтобы подготовить технику по свету, настроить Ну и, собственно, сама процесс съемки долгий и тернистый Не буду о нем уж так углубляться Это всегда весело, интересно И постобработка, конечно, если в этот же день после съемки остается время То ты приезжаешь, выгружаешь все кадры Из всех этих кадров выбираешь самые хорошие Цветокоррекция, ретушь, если это лица людей и так далее И выгрузка Все так я быстро рассказала, а на деле бывает до нескольких дней Эта вся обработка занимается Катя, мы обязательно продолжим после небольшой паузы После сюжет Марина Баркова, которая так же быстро свои сюжеты делает Печет буквально как масленичные блинчики Давайте посмотрим ее вкусный репортаж И вернемся в нашу студию Планируете удивить себя новыми визуальными формами? Тогда вам на выставку поле действия Новый проект современного искусства уже ждет посетителей Кроме живописи и графики на стенах Можно созерцать видеоинсталляции и арт-объекты под ногами Само название, собственно говоря, обозначает То поле действия, чем мы занимались И чем мы собираемся заниматься А именно современным искусством в Самаре Всегда мы боролись с провинциальным сознанием В самих себе, в окружающих нас людях В наших, собственно говоря, как бы, жителях нашего региона Всегда призывали себя чувствовать как бы центром, центром события Проект поле действия международный Он вобрал в себя все события современного искусства нашего региона За последние лет 20 Здесь и арт-объекты с Ширяевского биеннале И выставка «Волга-0» И плакаты самарских остановок Проект «Экология восприятия», который до сих пор никто не рискнул повторить Без компетентного экскурсовода разобраться сложно Благо, кураторы Нелли и Роман Коржовы В современном искусстве как рыба в воде Приятно удивлена Очень свежий взгляд на искусство Всегда привлекает внимание И я уже для себя определила ряд любопытных работ Вот, например, Дарья Емельянова Пейзаж без названия Ну, собственно, зачем ему название Если все за какие-то буквы говорит сам образ данной картины И действительно привлекает внимание Хочется глядываться, осмысливать, рассуждать О том, что поле действия современного искусства расширяется Свидетельствует количество иностранных авторов Их давние работы в одном пространстве Уютно соседствуют со свежайшими объектами самарских художников Это нереальное место Это полностью нарисованная ландшафт То есть и горы, и вода Это все нарисовано мной И оно, собственно говоря, после этого анимировано Движение воды, обычно же движение туда-сюда А тут оно зациклено Типа только скалом Движение в этом стеклянном шаре То есть некий стоп-кадр Но который при этом движется То есть зацикленные действия В таком небольшом окошечке пространства Игры с реальностью нашли приют в галерее «Новое пространство» до 21 марта Марина Баркова, Виктор Соколов, «Утро губернии» Мы продолжаем беседовать с фотографом Екатериной Дмитриевой И у нас тоже живут трепещущие актуальные вопросы Сколько фотографий должен отдавать фотограф? Ну, должен, не должен Я, наверное, не могу ответить Каждый за себя Я отдаю от 30 до 50 кадров Потому что это оптимальное число Хороших, не повторяющихся Действительно удачных кадров И они уже отредактированы? Да, они идут полностью Отредактированы с редущей Лиц кожи и так далее С полной цветокоррекцией То есть полностью-полностью Но ведь кадров гораздо больше, да? Сколько обычно накапливаете за один съемочный день? Или сет Ну, один сет стандартный Это один час За один час съемки Выходит где-то 300, 350, может быть, 400 фотографий Много Да, в принципе, удачных же может быть Около там 200, правильно? Можно ли попросить там Сделать все? Нет Присылать тебе не отретушированные То есть такое практикуется? Да Совсем недавно я, наверное, начала такое практиковать Потому что раньше у меня было четкое понятие того Что все-таки профессиональный фотограф Не должен отдавать свои работы Без своей работы, грубо говоря Потому что работа фотографа Это не только отщелкало и отдало Это, наверное, даже процентов 30 и 100 процентов работы Но все чаще люди обращаются за этим Потому что все чаще я делаю контент Именно для каких-то социальных сетей И у каждого человека в социальных сетях Как правило, уже создан свой вот этот вот образ Своя обработка И они очень часто, да, просят без обработки фотографии А как правильно подготовиться к фотосессии? Есть ли какие-то правила? И нужно вообще это делать? Ну да, конечно, это нужно делать Я всегда советую посмотреть позировки Если уж совсем все плохо То, да, как-то поговорить со мной Подготовить одежду, естественно Сразу подготовить какие-то нюансы, которые нужны Обязательно сообщить фотографу о том Как и что вы хотите видеть В идеале я очень люблю таких людей Которые отправляют примеры того, что они хотят видеть Даже если это работа других фотографов Потому что бывает, что человек говорит все очень красиво И вы вроде бы друг друга понимаете А потом ты даешь фотографии, а говорят А я бы ты хотела по-другому Хотя вроде бы стараешься Вдохновение Хороших Удачных кадров Кадров Спасибо большое Просто хорошее настроение для того, чтобы все получалось Спасибо и вам Мы вернемся в нашу студию совсем скоро Здравствуйте! Вы смотрите новости губернии в студии Георгий Федоров В Кенель приехал онкоконтроль Профилактическая акция стартовала в регионе В рамках реализации нацпроекта здравоохранения И областной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями Какой эффект дает пациентам такая диагностика Проверили депутаты Самарской губернской думы Которые навестили городскую больницу с более глобальной целью Какой? Узнал Сергей Павлов Началось с приятного Молодым роженицам депутаты выручили подарочные наборы для первенцев Это новая мероподдержка семей с детьми Которая реализуется в этом году по инициативе губернатора Дмитрия Азарова Сейчас и мат-капитал, и от губернатора подарок Вообще все здорово, очень радует Условия суперские, персонал очень ответственный Очень трепетно относится к своим пациентам В рамках визита в центральную больницу Кенеля Парламентарии дают старт акции «Онкоконтроль» Реализуется она в рамках нацпроекта здравоохранения Суть ее – узкие специалисты областного онкодиспансера Приезжают к пациентам и проводят профилактический осмотр В основном это жалобы на наличие всяких кожных образований Неосы, гемангиомы, папиломы И мы смотрим и советуем больным Надо обратиться для дообследования дальнейшего И удаления вот этого образования Или же просто провести наблюдение В руках здешних врачей здоровья 90 тысяч человек Стационары поликлиника для взрослых Детская поликлиника и женская консультация С прошлого года в больницы внедрены принципы бережливой поликлиники Но не везде интерьер выглядит с иголочки Многие помещения уже далеки от современных требований Мечта – достроить эти корпуса и переселиться И мы это сделаем, объединим здесь сразу три направления Это взрослое население, детская поликлиника перейдет сюда же в этот корпус И женская консультация Депутаты получили обратную связь и взяли просьбу на карандаш Количество обслуживаемых пациентов больше Даже некоторые приезжают из, скажем, окраинных местностей городского округа Самара Пользуясь близостью расположения Поэтому мы видим, что качество медицинской помощи оказывано на этой территории очень высоко Поэтому, конечно, нужно еще и создать эти условия Парламентарии будут добиваться включения строительства нового здания для больницы В комплексную программу модернизации первичного звена Сергей Павлов, Симур Набеев, Новости губернии Плюс 24 позиции Список жизненно важных лекарств расширен Новые правила получения и продажи обсудили на пресс-конференции эксперты Теперь пациенты Самарской области, перенесшие инфаркт миокарда Будут получать необходимые препараты на год, а не на полгода, как это было ранее Также лекарствами будут обеспечены больные с фибрилляцией предсердий Специалисты отметили, будет введена и обязательная маркировка Увеличится число льготных пунктов, которые открывают внутри лечебных учреждений Их станет 128 С начала 2020 года именно путь льготополучателя от врача до пункта отпуска Все внутри одного лечебного учреждения Все наши пациенты на территории Самарской губернии При выписанном рецепте они посещают аптечный пункт, который находится внутри их лечебного учреждения Всероссийская перепись населения пройдет в октябре этого года Причем в этот раз процедура станет уникальной Одновременно в бумажном и электронном формате Граждане смогут выбрать один из трех способов регистрации Самые удобные из них, по мнению организаторов, самоперепись На интернет-портале госуслуги Также по региону откроются стационарные участки Куда каждый сможет прийти в любое удобное время А с 4 по 27 октября будут совершать обход переписчики с электронными планшетами Пройти перепись сможет любой гражданин В том числе и за всех членов своей семьи или домохозяйства Всего будут задействованы около 8 тысяч сотрудников в Самарской области И более 360 тысяч по всей стране Переписчик будет специально экипирован Но самое главное это удостоверение переписчика и его паспорт Обязательно будет организована горячая линия телефонная Куда можно будет позвонить и удостовериться Действительно ли по этому адресу должен прийти переписчик Посмотреть его удостоверение, посмотреть его паспорт Больше новостей на нашем сайте, а у меня на этом все, увидимся Доброе утро губернии Вновь в этой студии вас приветствует утренний ведущий Максим Полагнюк И Саша Байдачная И мы продолжаем отмечать масленицу Эх, вот как раньше наши предки это делали С размахом, гуляния всю неделю Пекли блины, кулачные бои устраивали Катались на санях Всякие качели, карусели А сейчас что? Пару раз испекли Дай бог один раз в гости выбрались Кроме прогулок и игр Можно множество развлечений придумать дома Например, метание картонных блинов Выполнить из подручных материалов Их запросто можно Ткань, бумага, краски, тот же самый картон И, кстати говоря, само их производство тоже весьма увлекательно Ну а из соленого теста можно налепить солнышек Раскрасить их, раздать гостям Как сувениры, занятия и увлечения множества Да, также не забывайте, что масленица Это отличный повод выбраться в гости Угостить кого-то своими блинами И попробовать чужих Даешь круговорот блинов в природе Ну а чтобы удивить гостей Своими блинными способностями Можно попробовать приготовить цветные блины Красный цвет Придаст свекольный сок Оранжевый куркума Шафран Или морковное пюре Синий, черничный или живичный сок И зеленый Это сок шпината А вот еще Крадушные блины Да, очень прикольный, кстати говоря И еще одна интересная форма подачи Которая называется Блинные мешочки Начинку выбираете на свой вкус Кладете ее на середину готового блинчика Собираете края И перехватываете верхушку Порошком зеленого лука Петрушкой Или волокном сыр косички Даже обычные блины Можно небанально свернуть Вложив в каждое Доброе пожелание Еще одна хитрость По-моему, гениальная Переливаете в блинное тесто Блинное тесто в бутылку С узким носиком И рисуете на сковородке Ажурные блины Получается вот такая красота Как ее так вот интересно Переложить красиво на тарелку Наверное, целая проблема Ну, а какие блины пекут на масленицу Жители нашей губернии Мы сейчас узнаем Будем есть блины Я их люблю с детства Планирую с детьми Отметить широко С душой С родителями С семьей Хотелось бы весело ее отметить А как получится, не знаю Отмечать буду Поеду с бабушкой В деревню На блины Работать Печь блины После работы Печь блины Пойдем погулять с ребенком Я планирую пойти на масленицу Блины И танцевать И пляски Это малая царевщина Кушать блины Писать статьи Чтобы найти работу В будущем Какой же масленичный блин И без меда Поэтому мы пригласили В нашу студию Замечательную девушку Надежду Киргизову Помощницу пчеловода Или можно вас назвать Пчеловодом Ну, отчасти да Пчеловодом в нашей семье является папа Поскольку он начал заниматься этим очень давно Больше 25 лет Я тоже очень много знаю о пчеловодстве Ну, королева меда, да, вы на вас сказали? Да, я называю себя королева медом А что нужно, чтобы стать пчеловодным? То есть вы, получается, еще не дотягиваете до этого ранга, да? То есть что нужно? Нужно большое терпение и любовь к пчелам Так, у вас-то все есть? У меня больше любовь к меду И любовь к папе, который очень любит пчел Какой мед лучше подойдет к блинам? Давайте выясним На самом деле это дело вкуса Но, например, классический мед цветочный Он без горчинок и нетерпкий Поэтому его любят одинаково взрослые, дети Ну, я считаю, что этот мед самый такой лучший для блинов Какой вообще мед бывает? Извините, что перебиваю Просто вот заговорили раз о рибких медах Ну, вообще все меда можно разделить на две большие группы Это монофлёрный меда и полифлёрный Монофлёрный – это преимущественно меда, собранный с одного медоноса Например, вы наверняка знаете про липовый мед, да? Слышали? Гречишный мед А вот уже если говорить о разнотравье, о цветочном Это мед, собранный с разных растений Вот Что за мед сегодня на нашем столике? Я принесла вам цветочный как раз-таки мед, который подойдёт к блинам И кориандровый мед Его собирают с поликинзы Её у нас засеивают в Пестравском районе У него очень интересный вкус Слегка пряный Не такой пряный, как настоящая приправа Вот И у него такое карамельное послевкусие Кто любит что-то необычное, я прям очень рекомендую А какой консистенции должен быть мед? Он должен быть жидким, либо всё-таки нет? Если мы говорим про зиму, всё-таки натуральный мед обязательно должен кристаллизоваться И это заблуждение, что закристаллизованный мед, кто-то считает его испорченным Наоборот, вы должны засомневаться, увидев зимой на прилавках жидкий мед Да, может быть акациевый мед жидким очень долгое время и липовый мед Потому что степень кристаллизации меда зависит от того, сколько в нем находятся фруктозы И глюкозы И чем больше фруктозы, тем мед дольше остаётся жидким Консистенция должна быть у меда однородная Если вы где-то его приобретаете Конечно, я рекомендую всё-таки брать непосредственно пчеловодов Потому что очень много некачественного меда А по вкусу как-то можно заметить различия? То есть я смогу определить или нет? Или сейчас так прям подделывают мед, что не отличишь? Первый признак – это карамельный такой вкус, как, знаете, вкус жжёного сахара, может быть, у меда Это нехорошо, да, тем более, если вы видите зимой жидкий мед, это, скорее всего, просто разогрели А мы знаем, что при нагревании больше 50 градусов мед начинает терять свои свойства Да, если вы любите жидкий мед, вы можете его нагреть, но тут должно быть понимание, ради чего вы его едите Если это просто как лакомство, пожалуйста Если вы хотите ещё какую-то пользу для себя приобрести, то крайне не рекомендую На экране у нас появились ваши фотографии Не страшно с пчёлами общаться? Нет, не страшно Это у нас была немножко такая съёмка в костюмах Обычно папа ходит к пчёлам вообще без всего, без масок, то есть спокойно с ними общаются, да И его не кусают при этом? Редко кусают? Надо уточнить Нет, вообще не кусают, но бывают периоды, когда, например, плохая погода и пчёлы озлоблены Но работать с ними нужно, и они могут укусить, но в маленьких количествах это даже полезно Мне всегда было интересно, что пчёлы делают зимой Как у них зимовка проходит Можно сказать, что у них зимой наконец наступает заслуженный отпуск Зимой мы пчёл накрываем, ну ульи накрываем рубероидом, шифером И сверху их засыпает снегом и создаются такие комфортные условия для их зимовки И они кушают мёд, который мы им оставляем на зиму И в таком энергосберегающем режиме ждут наступления весны Через пару минут продолжим говорить о тонкостях изготовления мёда А сейчас посмотрим сюжет Юлии Север Между прочим, такой же полезный, как мёд Всё, перезимовали Не пора ли уже подумать о летнем отпуске? Пора! Тем более сейчас на многие курорты действует акция раннего бронирования Для туристов раннее бронирование – это прежде всего возможность сэкономить А вот для мошенников – возможность разбогатеть Таких историй тысячи Оплатив заранее бронь на сайтах несуществующих отелей и пансионатов Наверчивые граждане остаются без денег и без отпуска Так как же приобрести выгодный тур и при этом не попасться в лапы мошенников? Давайте разбираться Для начала необходимо понять, действительно ли раннее бронирование выгодно для туриста Если мы бронируем тур заранее, то отели и авиакомпании дают хорошие скидки на проживание И это позволяет снизить цену на весь тур По некоторым отелям разница может достигаться два раза То есть ближе к вылету один и тот же отель может стоить в два или даже в три раза дороже Но помните, все важно в меру Трезво оцениваете стоимость путевки Если вам предлагают слишком низкую цену за двухнедельный отдых в пятизвездочном отеле Это повод задуматься Возможно, предложение от мошенников Безопаснее всего, а порой и выгоднее, оформить путевку через турагентство Но и здесь нужно быть избирательным Поинтересуйтесь репутацией агентства Почитайте отзывы, расспросите знакомых Также стоит обратить внимание на ИНН агентство И наличие прямого договора между турагентством и туроператором Эти документы можно будет запросить в офисе агентства В договоре обязательно должно быть прописано юридическое лицо туроператора И его номер в едином федеральном реестре туроператоров А также размер страхования ответственности Можете заранее позвонить в офис турагентства И уточнить все детали поездки Если менеджер отвечает уклончиво, это повод задуматься Если вам дают договор на одну-две странички, это подозрительно Рекомендованный договор с турагентством должен занимать в среднем 12 страниц Там должны быть прописаны все условия поездки Маршрут, перелета, название отеля, тип питания Наличие трансфера и тип номера Бронируйте отель, санаторий или пансионат самостоятельно? Тогда внимательно изучите сайт Не помешает лишний раз позвонить по указанным телефонам Попадаете в никуда? Скорее всего, сайт – подделка Не лишний будет проверить адрес отеля на официальных картах Немаловажную роль играют отзывы Только не на самом сайте, а на различных форумах Отзывы нужно сравнивать, то есть не нужно читать отзывы на каком-то одном сайте Можно посмотреть отзывы на топ-хотлс и сравнить, к примеру, в другом отзывике TripAdvisor или отзовик.ru Резко положительные или резко отрицательные отзывы, скорее всего, написаны по чьей-то просьбе Реальный комментарий будет содержать и плюсы, и минусы отдыха Слишком короткий или слишком длинный текст – это галочка Также, если в отзывах указаны излишние подробности То есть, к примеру, прописаны имена аниматоров или директора отеля Это тоже является одним из показателей того, что отзыв, скорее всего, заказной Отель выбран, переходим к оплате Если вас просят перевезти деньги на чью-либо личную банковскую карту или электронный кошелек, не рискуйте Оплату производите только по официальным банковским реквизитам Придерживаясь этих советов, вы убережете себя от злоумышленников и получите лишь приятные воспоминания об отпуске Хорошего отдыха! Юлия Север, Виктор Соколов, Утрогуберния Продолжаем беседовать с Надеждой Киргизовой о меде Еще раз доброе утро! Я, конечно же, обчелка! Да! Вот мы заговорили о пользе меда, и у меня вопрос, сколько его нужно съесть, чтобы эта польза не перешла уже во вред Вы, как любитель меда, сколько вы потребляете? Ох, на меня ориентироваться не нужно, потому что я ем меды с утра и днем, и вечером Но, в принципе, норма это где-то столовая ложка в день Ого! Так мало? Ну, можно и побольше Но не всегда. На масленицу можно? На масленицу можно, смело Расскажите нам о пчелином семействе, как она устроена, кто за что отвечает, какие есть виды пчел, работники, не знаю, руководители, может быть, у них Ну, да, наподобие Есть три вида пчел, главное, это матка Она одна? Королева меда, да, она одна Ее задача это воспроизводить потомство Вот Она живет до пяти лет Это единственная, кто так долго Она как-то отличается внешне? Да, она крупнее по размерам, ее сразу можно заметить на фоне остальных Также основная категория это рабочие пчелы, как раз те, которые летают за нектаром и производят мед Но рабочие пчелы еще подразделяются на пчел охранников, которые сидят возле, ну, на ульях и караулись, чтобы туда не пробрались либо осы, либо шмели, какие-то другие, чужие пчелы и не своровали мед И есть пчелы, которые летают за водой, как правило, это уже более старые пчелы, у которых стерлись крылья, они уже не могут летать на дальние расстояния, поэтому они сидят рядышком И трутни Трутни, это женихи, так скажем, матки, они ее оплодотворяют, они никуда не летают И, ну, еще контролируют Привольная жизнь Да, хорошо строились И контролируют еще температуру, ну, в улье А пчелы не обижаются, когда у них собирают мед? Интересно бы всегда было Они нам не рассказывают, но мы надеемся, что не обижаются Сколько в среднем живет пчела? Происходит ли какая-то смена? Да, смена происходит, но, как я уже сказала, матка живет, может жить до пяти лет В сезон, когда идет работа летом, пчелы, рабочие пчелы живут около месяца, то есть они сменяются Вот, зимой, когда у них зимовка, они могут шесть-семь месяцев прожить Ну, то есть, потому что они не работают, просто кушают мед и более комфортные условия А откуда берутся матки? Вот, если она одна на протяжении пяти лет, она что, потом на себе, не знаю, рожает прям как-то преемницу отдельно? Ну, их выводят, да Какие планы у вас на весну, когда сезон пчеловодства начинается? На самом деле, уже начался сезон пчеловодства, папа расчищает снег вокруг ульев, потому что пчелы всю зиму не ходят в туалет Ничего себе! Терпилы! Очень терпливы! И с наступлением весны им нужно совершить облет, так сказать, освободить все лишнее И когда температура становится плюсовой, там, плюс 10 градусов, они уже чувствуют и начинают вылезать из ульев, поэтому нужно подготовить вокруг почву, чтобы она была теплая, без снега, чтобы они вылетели и в случае чего, когда приземлятся, ну, не замерзли и не умерли Вот, какая забота, да? Да-да-да И сейчас уже там начинает зарождаться новое потомство постепенно, матка, как бы, делает свое дело Ох, Надежда, как много интересного, вы нам сегодня рассказали о пчелах и о меде, наверное, мы будем его любить еще больше Потому что это огромная и важная работа Спасибо вам, хорошего дня! Спасибо большое! Удачи, что пригласили! Удачи, что пригласили! Удачи, что пригласили! Ну, а мы уступаем место Марине Барковой, трудолюбивой, как пчелке! И ее рубрики «Удачные заметки» Это рубрика для тех, кто дружит с растениями Здравствуйте! Сегодня мы расскажем о том, как вырастить витаминную зелень на подоконнике Руккола, листовой салат, базилик, репчатый лук и крес-салат Эту зелень можно подращивать всю зиму Покупая семена, выбирайте скороспелые сорта с ранним сроком созревания Рукколи, салату и базилику в зимнее время потребуется досветка И 40-45 дней для созревания А луку и крес-салату всего 2 недели на окне с южной или юго-восточной стороны Сегодня я покажу экспресс-метод проращивания лука Мне потребуется пластиковый поддон И кассета для яиц Грунт можно использовать разный Опилки, песок, синтепон, вермикулит Лук вырастет и в одной воде, но при этом нужно регулярно восполнять потерю влаги Никаких стимуляторов роста не потребуется, потому что все запасы питания внутри луковицы Перед проращиванием луковицу необходимо очистить и срезать верхушку Отмечу, что стоит для проращивания выбирать лук не из крупных сетевых магазинов Потому что особенно импортные корнеплоды подвергаются специальной обработке И донца не прорастает В прошлом году у меня был такой же случай Когда я приготовила целый противень вот такого лука И он у меня просидел месяц и в результате испортился Корней он не дал Поэтому на местных рыночках или лук местного производства Идеально подойдет для проращивания на зеле Вот раздела И верхушечку срезаем И ставим его в свою ячейку И такую процедуру мы проделываем несколько раз Можно взять лук-сивок Так, вот видите, эта луковица не подойдет, она уже подгнувшая От браковы Лук-сивок это маленький лучок Который высевает весной Для того, чтобы на будущий год получить репку И если мы также поставим воду или поддон лук-сивок То он даст более нежную и сочную зелень Я начинаю плакать Так И еще одну луковицу как образец Лук, кстати, можно прорастить и просто в стакане воды Как мы это делали на уроках природоведения еще в третьем классе Но при этом нужно следить за тем, чтобы вода в емкости, стакане, банке не пересыхала И чтобы донца всегда находилась в воде Все, слезы текут ручьем Эх, когда еще поплачем И завершающий этап Наливаем в воду поддон Очень удобная конструкция тем, что Это защищает саму луковицу от выпривания Потому что именно вот эта часть должна быть в воде А вот полностью луковица лучше всего, чтобы дышала свежим воздухом Итак, луковицы, замоченные на ночь перед посадкой Вырастут на 4-5 дней быстрее, чем сухие Верхушки срезают для того, чтобы луковица быстрее проснулась Получив больше кислорода и солнечного света Через прочный и сухой панцирь ростку гораздо сложнее пробиться к свету О выращивании других видов зелени на подоконнике Удачные заметки подробно рассказывают в интернете У нас есть свой канал на YouTube Увидимся через неделю Сегодня с вами были самые праздничные, самые масленичные ведущие Которые выбирали самые вкусные блинчики и праздновали с вами масленицу Саша Байдачный Максим Полагнек До встречи, пока Пока Ну что, может быть, устроим забег с блинной сковородочкой Или метание блинов на скорость? Метание, да, метание блинов Причем желательно со сгущеночкой и желательно сразу мне в рот Давай Где блины? Ай Размечтался Костюм ведущему предоставлен магазином мужской одежды Бастон Магазины Бастон – это достойный выбор каждого мужчины Вас приятно порадуют доступные цены Широкий выбор ассортимента Индивидуальный подход к каждому клиенту Безупречный крой и комфортный силуэт Вот основные отличительные особенности марки Бастон Магазины Бастон находятся в ТЦ Мегасити, ТЦ Аврора и ТК Амбар Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова